Добрый день! Сегодня SkyTeach приоткроет завесу тайны и расскажет, как создаются онлайн-уроки математики и что делает преподаватель во время занятий. С вами ведущая встреча Анна Левина и автор-эксперт Ольга Лаврентьева, глава отдела контента группы компаний SkyEnd и SkySmart, преподаватель математики и физики. Ольга, расскажите, чем онлайн-урок математики отличается от обычного? Всем привет, друзья! Рада вас сегодня здесь приветствовать. Мы сейчас с вами посмотрим прямо у нас, платформу, как же проходят наши уроки, что же это такое. И постараюсь вам ответить на вопрос, в чем особенности онлайна, в отличие от оффлайн. Самое простое, наверное, в том, что онлайн позволяет нам экономить время, позволяет нам экономить затраты на дорогу, позволяет нам возможность использовать большое количество классных технических решений, которые доступны в онлайне, в отличие от оффлайна. И сейчас я вам покажу, как же это происходит. Мы сейчас находимся с вами в тестовом личном кабинете учителя, поэтому не пугайтесь названий учеников, преподавателей, это тестовая учетка, чтобы не сломать ничего у живых преподавателей с живыми детками. Что же у нас здесь происходит? Вот вы понимаете, что у вас скоро начинается урок, у вас тогда здесь будет такая прекрасная плашечка, что мы начинаем наш урок. Поскольку у нас с вами тестовая учетка, то мы сейчас с вами зайдем в наш виртуальный класс просто по кнопке запуска урока здесь сейчас. Итак, одна кнопка, и мы с вами уже в нашем виртуальном классе. Соответственно, что такое наш виртуальный класс? Это два основных рабочих поля преподавателя. Первая вот здесь, это виртуальная доска, на ней можно писать, рисовать, это может делать и учитель, и ученик. Здесь есть большое количество готовых решений из разряда нарисовать, при необходимости начертить, нарисовать окружность, поработать с графиками, добавить какие-то изображения, все, что угодно, все, что вам потребуется. А также мы можем стартовать уроки с нашими учебными материалами. Для этого нам просто необходимо выбрать материалы, которые мы хотим, и стартануть. Выглядит это примерно так. То есть мы заходим, давайте выберем с вами, не знаю, какой-нибудь урок для седьмого класса, например, по геометрии. Почему бы и нет? Вот. Поговорим про лучи и отрезки. И предположим, что мы выберем просто сразу все учебные материалы. Вот, в общем-то, наши карточки. Одна карточка, одно упражнение, в котором ученик может что-то выполнять, чему-то учиться. Вот примерно так. То есть наш онлайн-урок – это доска, это учебник, каталог огромных материалов. И ваша возможность работать с учеником вне зависимости от того, где находитесь вы, где находится ваш ученик. Все удобно, просто и легко. Какой контент на этой платформе есть? В плане для каких классов, есть ли там для подготовки к экзаменам? На самом деле у нас есть учебные материалы для всех школьников с 1 по 11 класс. Они группируются по разным способам. Давайте сейчас вам еще раз подробнее покажу. Ну, предположим, что мы хотим что-то еще добавить. Первое – это каталоги учебных материалов по классам и программам учеников. То есть мы можем выбрать любой интересующий нас класс, определиться, мы хотим поговорить по алгебре или по геометрии. Возможно, мы хотим позаниматься олимпиадами, он у нас есть у малышей, в основном у средней школы этих курсов еще нет. Мы можем, не знаю, новогодний какой-нибудь классный курс пройти, который для каникул детям бывает очень-очень интересен, так как не хочется просто решать задачки, а нужны какие-то тематические. Мы можем как преподаватели составлять, вот здесь это, как тестовый преподаватель, набирать уроки сами из всего объема материалов, которые есть у нас на платформе. Для этого мы пользуемся поиском по карточкам, также здесь по карточкам, значит, по упражнениям, которые у нас есть. Это группируется по темам, то есть здесь можно подобрать, например, если мы теорию щелкнем, вот здесь все теоретические карточки по последовательности в разделе арифметики. Пожалуйста, можно выбрать, добавить в любой момент, то есть все классы, все темы по школьным программам с 1 по 11 класс. Кажется, что готовые упражнения и готовые курсы сильно экономят время, а что в итоге делает сам онлайн-репетитор? Задача преподавателя на онлайн-уроке на нашей платформе заключается в том, чтобы персонализировать учебные материалы под запросы ученика. То есть наша ключевая задача сделать так, чтобы ученик с интересом и удовольствием как можно быстрее пришел к своей цели. То есть что мы в этом случае делаем? Давайте, вот не знаю, добавим урок 11 класса какой-нибудь, по геометрии, например, почему бы и нет. Наша задача как преподавателя будет заключаться в том, что мы будем выбирать, какие учебные материалы мы в итоге ученику даем на уроке, а какие нет. И при необходимости в момент урока, если мы видим, что ребенок, например, что-то не может быстро вспомнить, то мы также можем добавить, например, какую-то теорию. Также вот по, так у нас с вами был там урок по планиметрии, мы также можем по прямым, например, найти быстренько какую-нибудь теорию по, да, вот, например, по углам. Что такое градусная мера угла, как это работает? Мы также можем, зная, например, что у нас какая-то карточка нам показалась интересной, воспользоваться инструментом похожей карточки. В теории их, конечно, тут мало, но похожей карточки – это когда одно и то же упражнение, например, можно найти похожее с другими цифрами быстренько, если мы увидели, что нам, например, нужно еще раз отработать этот же принцип решения или там эту же тему, эту же теорему. На быстрой похожей карточке для нас не потребуется много времени, чтобы найти, то есть мы просто заходим в карточку, да, и находим похожую. Причем мы это можем сделать прямо из виртуального класса, то есть вот мы находимся здесь, нажимаем похожие карточки, и вот они у нас здесь есть, мы можем при необходимости добавить ее в урок. Кажется, что это удобно, но есть такой вопрос, а насколько нужно быть продвинутым пользователем ПК, чтобы управиться с этой платформой интерактивной? Почему спрашиваю? Потому что в моем окружении есть преподаватели, которые преподают в обычных школах, и которым тот же переход на дистанционное обучение дался не очень легко из-за вот этих новых программ, перестройки под онлайн и все остальное. Ну, во-первых, для всех новых преподавателей у нас есть обязательное обучение в начале работы в компании, которое заключается не только в каких-то административных аспектах и наших подходах к обучению детей, но и в том числе по использованию нашего виртуального класса. Вам полностью расскажут подробно о всех функциях, об особенностях. Также в процессе работы преподаватели могут рекомендовать какие-то изменения, если они видят в этом потребность. Когда мы создаем платформу или вносим в нее какие-то изменения, мы обязательно собираем с преподавателей обратную связь, мы обязательно даем им сначала попробовать. Я сама помню, когда мы запускали первую версию вот этого виртуального класса, наш дизайнер прям звала меня потестировать, давала мне макеты и говорила, нажимай, вот что ты как преподаватель будешь делать, что тебе нужно во время урока. И я прям ей щелкала, рассказывала, что бы я хотела сделать, какие там у меня есть модели поведения, я хочу что-то найти ученику, я хочу отправить в домашку, я хочу убрать что-то из домашнего задания и так далее. И получается, дизайнеры это учитывают при проектировке платформы, чтобы все было удобно. Например, когда мы говорим с вами точно так же вот сейчас про платформу, то у нас все абсолютно кнопки подписываются, то есть что та или иная кнопка значит, это также всегда может быть для тебя подсказкой. Плюс, если возникают какие-то технические проблемы, то всплывают подсказочки, как в базе знаний преподавателей можно перейти и получить там ответы на вопросы, и какие шажочки тебе прям нужно сделать для того, чтобы что-то починить. Всегда есть техподдержка, если это необходимо, но в целом, кажется, это супербазовый, суперпростой функционал, который, если вы просто пользуетесь браузерами для поиска чего-то в интернете или управляетесь своим смартфоном, проблем вызвать не должно. То есть бояться вообще не стоит, а стоит пробовать как раз приходить в SkySmart преподавать математику. Да, сто процентов. Например, для облегчения, опять же, если там, например, предполагаете, что на онлайн-доске будет рисовать тяжело, у нас для преподавателя отправляются вот такие вот планшеты графические, он выглядит просто как, да, вот такая вот центрная доска и ручка. И, соответственно, ты как преподаватель не пишешь мышкой вот здесь на доске, а можешь прям ручкой, как обычно, что-то рисовать суперудобно, легко. То есть вплоть до таких вещей мы продумали, если у преподавателей есть потребность, мы им эти истории отправляем на время работы у нас для того, чтобы еще проще сделать им взаимодействие. И тогда практически у тебя от репетиторства ничего не меняется. Вот у тебя ручка с условным онлайн-листочком, у тебя каталог заданий в виде электронного учебника, и все просто облегчается тем, что тебе не нужно ездить, ученику не нужно к тебе приезжать, вот здесь сейчас неважно, где кто из вас находится. Поэтому, дорогие преподаватели, особенно опытные, особенно те, кто готовит к экзаменам, присоединяйтесь к нам. Мы у вас очень будем рады видеть в нашей команде. Но вернусь к вопросу про материалы уроков. Как они отбираются, как создаются, где гарантии, что готовый урок, он качественный? У нас очень большая команда методистов, которая очень профессиональная, очень уникальная на рынке. То есть это, во-первых, активные реальные преподаватели, которые знают живых детей, они с ними работают. Они суперэксперты в предмете, часто в кросс-предметах, например, физика, математика или математика и программирование, что позволяет сделать, например, связку какую-то в учебных материалах. Они постоянно учатся, повышают свои знания. И кроме этого, они, конечно же, обладают огромным объемом информации о том, что же сейчас в тренде вообще в образовании. Например, руководитель Паша у нас недавно закончил в вышке магистратуру на профиле доказательное образование. То есть вообще, как действительно понимать, что ученики достигают результата. Да, кроме этого, у нас и преподаватели, которые участвуют в проверке ЕГЭОГЭ. И там одна из наших методистов, она в прошлом была забучим в школе. Да, просто школьные преподаватели. То есть живые люди, которые не оторваны от реальности в образовании в нашей стране. Это очень важно. Во-первых, что касается качества, у нас происходит, во-первых, кросс-проверка учебных материалов друг к другу. Во-вторых, мы собираем обратную связь с преподавателем, если вдруг есть какие-то ошибки или пожелание добавить какие-то учебные материалы и курсы. Это также все происходит в реальности. И самое, наверное, прикольное, кроме просто учебных материалов, у нас есть классные такие, назовем их, развлекательные уроки. Сейчас я вам покажу какой-нибудь интересный пример. Практикум. Да, как оказывается, сложно иногда бывает одновременно говорить и писать. Сейчас я быстренько найду название урока, чтобы быстренько вам показать. Так, так, так. Давайте вот так его найдем по вот этому названию. Например, да, обустройство дома и придомового участка. То есть для детей, например, младшего школьного возраста, младшего среднего, по геометрии урок интерпретировали в практическое применение того, как же знание по геометрии, да, то есть площадь, периметр, можно в реальной жизни увидеть, да, то есть там как покрасить пол, как правильно рассчитать количество обоев и так далее. Это очень прикольно, очень здорово, очень вовлекает ученика в процесс обучения, и при этом позволяет нам сделать очень яркую связку между реальностью и теми знаниями абстрактными. Да, математика на самом деле очень, с одной стороны, абстрактный предмет, но при этом очень практикоориентированный. То есть вот чтобы про эту связку не забывать и давать ребенку закреплять материал именно на реальной жизни. Как раз недавно было открыто направление премиум математика, где преподаватели готовят к экзаменам. А в чем принципиальная разница будет между уроками премиум и, скажем так, стандартными, обычными? Ну, ключевая особенность в том, что премиум – это действительно подготовка к экзаменам в первую очередь, а экзамены – это достаточно стандартизированная история, которая требует соблюдения регламентов, спускаемых на нас от госучреждений, таких как ФИПИ. Соответственно, мы со своей стороны, как контент-отдел, обеспечиваем максимально оперативное дополнение наших учебных материалов и их актуализацию. В этом году нам, конечно, повезло. По математике, ни по ОГЭ, ни по ЕГЭ нет никаких серьезных изменений. Но когда в прошлом году, там, в позапрошлом году были очень большие изменения в экзаменах, наша задача была супербыстро актуализировать пробные экзамены для детей, то есть прототипы вариантов полноценных, которые может использовать преподаватель. Наша задача была максимально быстро добавить практических заданий на отработку по тем темам, которые были необходимы. И наша задача была дообучить преподавателей рассказать про все изменения. Это прям суперважно. Это первая важная история. Вторая важная история, как мы все знаем, что по экзаменам всегда проводится статистика того, какие были задания самыми сложными, самыми легкими. И мы берем и эту статистику, и также нашу внутреннюю статистику того, как ученики справляются с нашими учебными программами. Вообще, какие уроки ученики и преподаватели берут для своих занятий, какие нет. И, например, если мы видим, что какой-то урок берут очень редко, или, например, его берут, но он по данным с платформы показывает нам, что ученикам он сложен, мы добавляем в него что-то для облегчения материалов. Либо наоборот, если урок слишком легкий, его проходит слишком быстро, почти не допускают ошибок, то мы добавляем задания на усложнение. То есть вот понятно, что на ОГЭ и ЕГЭ мы делаем в первую очередь фокус, и все суперизменения, все самые последние новости мы максимально быстро интегрируем в наши учебные материалы и в наше обучение преподавателей. Это хорошо и удобно. Пожалуйста, напоследок, опиши свой идеальный урок математики и признайся, был ли он у тебя или нет. Для меня идеальный урок заключается в двух важных аспектах. Первый важный аспект – это получение удовольствия от уроков. Это и со стороны учителя, и со стороны ученика. То есть если вам обоим было интересно, вам было вовлекающе, вам было вдохновляюще, это, несомненно, важный, большой, жирный плюс. И второй аспект – это достижение образовательного результата. То есть ученик научился чему-то новому, он обрел новые знания, он такой, ура, я теперь наконец-то понял разницу между синусом и косинусом, я наконец-то запомнил. Или там, когда в итоге ученик такой, да, здорово, я справился, в итоге с экзаменом набал выше, чем я ожидал. Это, конечно, тоже неоспоримо важная история. Поэтому когда вот эти две стороны склапываются и получается интересный, вовлекающий урок с классным результатом для ученика, это, конечно, идеальный урок. Были ли у меня? Конечно, были. Я очень, для меня преподавание – это такая всегда очень вдохновляющая история, очень ценная, очень интересная, потому что когда ты даёшь ребёнку возможность реализовываться, ты даёшь ему знания, инструменты для его будущего, это, конечно, не может не доставлять тебе удовольствия. Поэтому считаю каждого преподавателя невероятно классным, уникальным человеком в этом мире, потому что кто, как не вы, больше всего вовлекает людей в их будущее и больше всего на него влияет. Поэтому всем классных уроков с удовольствием и результатами. Спасибо, Ольга, за ответы. Спасибо вам, дорогие зрители и слушатели. Если у вас остались вопросы про онлайн-преподавание, про онлайн-уроки математики, то пишите их в комментариях под записью. Обязательно ответим. И там же мы оставили ссылку на заявки преподавателя нашей онлайн-школы SkySmart. Если вдруг ссылочки не будет, то пишите тоже в комментарии, мы её вам пришлём в личные сообщения. Сейчас к нам пришло очень много учеников, которые хотят подготовиться к экзаменам. Поэтому мы будем очень рады видеть профессионалов в нашей команде. Это правда. Всем хороших уроков, отличного настроения, благодарных родителей и крутых результатов.